друзья всем привет здравствуйте сегодня хотим поговорить с вами о том какие люди встречаются в нашей жизни благодаря созданию канала нами в принципе нашему каналу уже больше года и начали мы вообще с темы томатов как ни странно огородных каких-то вещей и потом уже перешли к птице и в частности сейчас все больше больше снимаем только про ролеров ну сами знаете наш контент но к нашему удивлению у нас на канале зачастую появляются люди которые далеки от темы птицы от темы огородных всех этих вещей и они смотрят нас и вы знаете мы с ними сейчас уже состоим можно сказать в приятельских дружеских отношениях а с некоторыми вообще любовь морковь поэтому мы хотим о них рассказать наверное первый кто появился у нас на горизонте так скажем из наших любимых женщин это елена владимировна это наша соседка по местоположению ее дачи и нашего дома то есть можно сказать что она из соседнего совсем села и мы стали общаться то есть она первая кто приехал к нам в гости и в реальности с нами познакомились познакомилась вот вместе со своим сыном себе и мы сейчас поддерживаем с ней отношения с ней невозможно не поддерживать отношения это чудеснейший человек вообще уникальный который поражает своей щедростью поражает свою широк широтой души открытостью несмотря ни на что она всегда улыбчивая какие бы сложности в жизни там не встречались понятное дело у нас у всех еще та жизнь шестянка она очень позитивно очень отзывчиво добродушно и знаете и к ней люди относятся именно так то есть все стремятся к ней ей помочь все стремятся к ней как-то посодействовать и мы понимаем в прямую почему потому что бескорыстие этого человека реально она наша кулинарная фея я ей обязана точно килограммами питью веса лишнего но вот сейчас она далеко же она в москве но когда она рядом это сумасшедшие какие-то абсолютно из москвы на бесподобные два торта вот только передала как как только есть возможность она является и нашей же покупательница она покупает птицу курицу в смысле мясо она еще и распространитель нашей продажи наш менеджер вообще роковой который старается нам помочь всячески и я думаю что она помогает и тем людям которым рекомендуют нашу мне хочется об этом думать потому что многие из них станут нашими постоянными клиентами и мы рады очень вот такому знакомству я вам покажу сейчас ее произведение искусства я даже не могу сказать что это торт это это реально произведение искусства конечно человек на любительском уровне занимается как все время утверждает об этом но мне кажется профессионал не каждый такой сможет сделать не говорят что что это вкуснятина бесподобная так что елена владимировна вам отдельный привет огромный и спасибо что есть вторая семья прекрасная с которой мы познакомились это семья романа роман привет спасибо ему большое он я приехал сразу с подарками к нам привез значит астраса остатки от стройки по электрике там кабеля всякие которые мы обязательно используем в общем много всего там да он помог нам с интернетом он сделал нам безлимитный интернет короче уменьшил наши суммы расхода на интернет в два раза грубо говоря ежемесячно ежемесячно да то есть мы раньше платили групп там 1200 1300 месяц теперь мы будем платить 650 спасибо вам огромное за счет того что он в общем хитрыми манипуляциями человек разбирается в этой теме профессионал и хитрыми манипуляциями он смог заставить работать и как он называет свисток то есть этот модем в нашем роутере с помощью симки предназначены для планшетов вот то есть спасибо вот еще с таким человеком интересно мы познакомились а также привет передаю николай евгеньевичу человек проживает в нашем регионе в александрове оказался зрителем нашего канала неожиданно для нас вышел с нами на связь и предложил безвозмездную помощь в виде допустим опилок он сказал саша я подготовил тебе 10 мешков опилок приедет забери живет правда сейчас другом городе вот и предоставил нам 10 мешков сухих прекрасных отличных опилок для наших гор спасибо ему огромное и как бы бонусом подарил нам и нашему ребенку приятные впечатления новые впечатления от лошадей которые содержатся на его ферме там конюшня да николай евгеньевичу спасибо еще раз запил шикарные лошади тоже шикарные потрясающе но и михаил ермаков да меньше ермаков фон один из первых наших подписчиков у нас еще я не знаю 100 или 200 человек было он появился но очень давно с нами не очень давно каналу чуть больше года так что вот он с нами год наверно всяко есть этот человек обладает уникальным абсолютно чувством юмора очень тонким ненавязчивым если бы он захотел быть троллем он бы был очень роковым то есть это подлавливает он каждое слово чувствует и подтексты контексты обладает очень широким словарным запасом то есть там такие сложности и метаворфозы у него в комментариях изначально поначалу были что не мог не привлечь наше внимание безусловно а я очень люблю людей с таким вот необычным чувством юмора и с таким подчерком изысканным владением русским языком когда уникальный конечно человек он пишет стихи причем вы знаете это не те стихи в которых ты читаешь понимаешь что рифмы не хватает и вот здесь что-то не то а у него как раз они льются прямо вот так как письма когда все идеально и человека имеющий образование сельскохозяйственное насколько он нам очень много литературы прислал спать да спасибо ему большое он нам прислал уникальные книги которые оцифрованы и старые и русские у нас сожалению нет времени всех прочитать но я стараюсь очень постепенно осваивать эти вещи даже домоводство чуть ли не какого-то черти какого года выпуска домострой книга да вот это вот то есть короче вот эти вот здания оцифрованные они сейчас существуют оказывается все и про птицу очень много книг и справочники по болезням птичьим и по всему на свете то есть он прям вот наша библиотека одна из основных таких ключевых фигур которая нам предоставила очень много информации в этом смысле только занимайся читать мы сами ищем тоже но большая часть нашей библиотеки справедливости ради нужно заметить что много других подписчиков которые в контакте нам сбрасывали тоже литературу спасибо плюс вообще всем подписчикам которые дают советы в комментарии дельные советы до которые говорят что вот это лучше не просто потому что я так сказал лучше до аргументирует с научной точки зрения объясняет почему так лучше вот им огромное спасибо этим людям мы можем очень многого не знать а тут получается такой знаете вселенский разум то есть когда люди делятся своим уже пройденными этапами на ошибках и на чем-то еще и делятся вот этим актуальным объективным и мы в свою очередь зацикливая на этом свое внимание на каком-то моменте начинаем пояснять и да действительно подсказка была очень правильной очень своевременной поэтому мы очень много черпаем от вас наши зрители от ваших полезных умных комментариев это всегда обратная связь это очень полезно для нас у миши и ромакова существует свой проект хочу обратить ваше внимание на это проект называется деревенский дайджест а вот вконтакте есть сейчас на ютубе появился да вконтакте есть группа которая также называется иметь такое же название мы ссылочку в описании оставим если вы хотите посмотреть информативную нарезку каналах деревенских вновь появившихся или уже существующих посмотреть легкий обзор интересный прикольный отлично сделан то пожалуйста посмотрите обратите внимание на вот этот канал сейчас деревенский дайджест называется друзья в общем всем передаем огромный привет спасибо что участвуете в нашей жизни даете какие-то рекомендации советы мы вас всех ценим любим наши подписчики надеемся что мы вам полезны тоже что мы тоже даем вам что-то информацию какую-то какие-то свете не которые для вас и денежки сэкономить где-то а где-то время вам сэкономит чтобы вы этот вопрос там сами не наторгались не нашибались и прикольно где-нибудь посмотрите посмеетесь может быть и улыбнетесь лишний раз мы как говорится как у нас газпром то мы работаем для вас или как газпром это что-то другое поэтому спасибо вам большое за такую классную обратную связь спасибо огромное нашим потребителям нашей продукции покупателям до которые тоже поискана многие из них и они в общем проявляет нам определенного уровня доверия покупая нашу продукцию пользуясь и и спасибо им большое на здоровье на ваши мы всем этим и занимаемся спасибо и пусть вас будет еще больше но есть не всегда для нас возможные моменты общения на которые зачастую настаивают наши зрители поймите тоже правильно что количество подписчиков увеличивается вопросов количество возрастает достаточно много времени уходит на ответ на комментарии и возможно мы какие-то пропускаем просто-напросто уже даже пропускаем если вы общаетесь в переписках старых видео то мы эти комментарии уже даже не видим понимаете и зачастую там пишут 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 люди а мы уже не видим и потом идут какие-то обиды по поводу того что мы там не ответили еще что мы из последних сил стараемся отвечать всем вот на возможно что мы уже не успеваем просто-напросто поэтому не обижайтесь если мы кому-то не ответили это просто из того что мы пропустили не заметили еще что-то сердечко когда мы ставим что нам понравился комментарий смотрите как вот я допустим вижу ленту я мой вопрос ко мне я отвечаю ставлю сердечко но другие не ставлю сердечко сердечко для нас как бы метка то что мы комментарии видели вот посмотрели спасибо рада для нас да мы не ставим все равно сердечки на те где там оскорбление грубости какие-то мы не будем ставить на них сердечки а так вот если вы видите что мы кому-то ответили в комментариях уже стоит сердечко, это значит, что мы его видели и на него ответили, а на остальные мы ответим позже и поставим сердечко позже. И еще, если у вас какой-то вопрос в комментарии, и вы видите, что сердечко не ставится, это не значит, что мы там вот всем поставили, а вам нет, это не так, мы просто оставляем ваш комментарий без отметки для того, чтобы на него обязательно ответить, как только у нас появляется время. Да. Потом мы отвечаем на него, и тогда мы можем ставить сердечко, иначе мы его потеряем, ваш вопрос сам по себе, как уже будет в отвеченном, понимаете? Поэтому не обижайтесь, не дуйтесь. Еще за шестую ваши комментарии могут попасть в спам или попасть на проверку. И не сразу появиться. Да, не сразу появиться. Мы, снова же, еще раз говорю, мы заняты бываем целый день, буквально до ночи, и там в 2 часа только левым глазом уже, а правый уже спит, понимаете? Я увижу, что, ага, что-то там на проверке, открою, а там просто ничего особенного, но человек какую-то ссылку там дал, или еще что-то такое. Это сразу автоматом попадает в проверку. У вас комментарий будет опущен, безусловно, если вы, конечно, не занимаетесь глупым пиаром какого-то непонятного канала, который по контенту, ну, совершенно противопоказан и нам, и нашим зрителям, ну, как мы считаем, да? Ну, это же наш канал, мы должны как-то свою я выражать. Вот. Если ваш канал интересен, и ваш канал актуален для наших зрителей, и мы считаем, что к нему привлечь внимание нужно и нужно, мы допускаем ссылки, такие не вопросы. Вот. По поводу контактов. У нас есть в описании к каждому видео наша почта. Электронная почта. Пишите, если у нас с вами найдутся точки соприкосновения для общения, мы с вами будем общаться по другому каналу, то есть по телефону, например, там, и по WhatsApp, возможно, как-то еще. Мы не оставляем свой телефон. По какой причине? Снова же по той же самой причине. Я не могу зачастую, у меня маленький ребенок спит, она или еще что-то. Мы заняты. Птичники-то, или еще тысячу миллионов дел. Мы не можем каждый раз отвечать на телефон постоянно. Снова есть люди, сами знаете, у нас очень много таких людей в России, которые хотят или нахамить, или испортить настроение, или что-то еще такого плана сделать. Это как бы смысл их жизни, и мы не хотим снова же давать возможность даже таким людям общаться с нами как-то. Вот. То есть, если это письмо, которое мне пишут, грязь какую-то, я могу его просто удалить и забыть о нем, как страшный снег. Когда ты вступаешь в диалог с людьми, то это совершенно по-другому все выглядит. Я как бы тоже могу приложить достаточно хорошо человека, но это всегда эмоционально тратит ваше вот это вот комфортное состояние и уходит. Это никогда ни для кого не является приятным общение вот такое вот, ни о чем. Что мы имеем с канала? Мы имеем потрясающих, классных, обалденных, совершенно чудесных, восхитительных людей. Теперь в своих знакомых, в своих друзьях. Но мы имеем определенные риски, понимаете, да? То есть, риски получить незваных, нежданных гостей, и все люди разные. Кому-то мы покажемся скучными, а кто-то нам покажется назойливым и так далее. И мы, упаси Господь, не хотим видеть у себя нежданных, незванных гостей, которые, как известно, хуже татаринок. У нас очень много знакомых татар, поэтому это поговорка такая, фигурально выражаясь, да? Не имею отношения к национальному. И все они в основном, да, очень хорошие люди. Ну, за исключением. Некогда. Редкие. Вот. Ну, хотя на самом деле, может, и там все нормально и все хорошо. Ну, да, это так что-то. Просто вот у нас не легла карта, да. Так не срослось. Да, вот так. Бывает же. Ну, бывает же, скажите. Вот. И к чему я? К тому, что нежданных гостей мы не ждем у себя. Сразу вам говорю. Точнее, мы готовы к встрече с ними. Имейте в виду. Вот. Кстати, о подготовке к этим встречам вы можете Александра вообразить, он вам еще и видео покажет. Нет, я свой секрет не буду выдавать. Конечно. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам наилучшего. Спасибо, что вы у нас есть. И оставайтесь с нами.